Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan X-Travel 2014 года выпуска с двигателем 2 литра, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 84 тысячи километров. Заменю на этом автомобиле задние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса и откручиваю тормозные цилиндры. Поднял автомобиль, снял колеса, откручиваем две направляющих. Не сухая. В шланг упирается. Интересная конструкция. И шланг стоит по месту. Никто его не переставлял. Направляющая стоит. Снимаем колодки. Здесь уже колодка подошла. Осталось буквально полтора миллиметра и заскрипел бы песком. Снимаем скобки. Снизу у нас с ушком. Сверху у нас без ушка. Чистим посадочное и чистим сами скобки. Смазка в пыльниках есть. Сверху у нас без ушка. 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 Устанавливаем на место пружины. Берем новые колодки, колодки фирмы Нишимба, PF2466. В комплекте идет внутренняя колодка с пескуном, наружная, без пескуна. Радиаторов нет, переставляю их со старых колодок. Переставил радиаторы, вставляем колодки на место. Протираем, вычищаем внутри, в скобе поднаправляющие. Берем тряпочку, наматываем ее на отвертку. И вытаскиваем, в принципе, там уже практически все сухо. Немножко, здесь я также использую ФЭБИ, немножко добавлю смазки. И вытаскиваем. А вот теперь протолкнуть ее, чтобы у нас не было подпора. То, что я сейчас не могу ее сдолгать, это называется гидроподпор. И если мы так оставим, то у нас суппорт зажмет колодку. Все. Доходит у нас до конца. Сейчас у нас гидроподпора нету, можно устанавливать пыльник, смазывать и ставить суппорт. Смазываю немножко направляющие. Также смажу резьбу и посадочная под пыльник. Поршень я не утопил. Поддеваем аккуратненько. Поршень. Поднимаем пыльник. Поднимаем пыльник. И добавляем чуть-чуть под пыльник смазки. Разгоняем смазку. Берем струбцину и вдавливаем поршень. Г진짜? Были. Укрепен. придумал. Греб готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ковальник. Видно, что пыльник у нас лег неровно. Поправить у нас его не получится, поэтому надо взять отверточку. Аккуратно поддеть в паз, где снизу пыльник, и выпустить воздух. Вот он пшикнул. После этого пыльник спокойно садится на свое место. Теперь беру верхнюю направляющую. Так как у нас направляющая упирается в шланг, вставляю сначала ее, а уже ее завожу в пыльник. Опускаю цилиндр, поправляю нижний пыльник. Также смазываю вторую направляющую. Смазываю резьбу тоже. И посадочная под пыльник смазываю. Большая часть этой смазки останется внутри пыльника. Берем, закручиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА все аналогичным образом идем меняем со второй стороны после этого мы нажимаем на педаль тормоза чтоб нам выбрать вот этот свободный ход иначе автомобиля с первого нажатия не будет тормозов и на этом все замену задних тормозных колодок я закончу всего вам доброго